Здравствуйте, друзья! Вас приветствует компания Аэрофот. И сегодня мы приехали в один из ангаров аэрофота Шуриметьево, где на наш самолет будут наносить логотип. Причем логотип необычный. Это эмблема, посвященная 45-летию победы Великой Отечественной войны. Мы хотим, чтобы все наши пассажиры, понимаясь на под, обращали внимание на эту игровку и тем самым благодарили наших предков за этот великий подвиг, за одну из возможных радоваться жизни, летать и путешествовать. Сейчас мы пойдем в этот ангар и посмотрим на сам процесс нанесения эмблемы, расскажем о его деталях и даже пообщаемся со специалистами. Так что пойдемте. Вот мы здесь. Итак, сегодня мы будем наносить наклейку на самолет А-320. И, кстати, назван он в честь великого советского ученого Ивана Павлова. Так что, когда будете подниматься на борт, обратите внимание, возможно, вы летите именно на этом своем телевизоре. Субтитры создавал DimaTorzok Вот, смотрите, уже появилась цифра 75. С момента начала работы прошло, наверное, минут 15-20. Авиотехники работают очень быстро. Они сначала обработали поверхность, потом они наложили специальный трафарет. Сейчас они уже начинают приклеивать слово «победа». Вот сейчас приклеим трафарет и смотрите, что будут делать дальше. В общем, мы решили посмотреть еще ближе, чтобы вам досконально все объяснить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, все только начинается. Субтитры создавал DimaTorzok Вот с чего все начинается уже, когда вы стоите перед самолетом. Вот перед вами эта махила, на которую нужно внести ту пленку, чтобы она была ровно, чтобы она была на месте. Субтитры создавал DimaTorzok Нюансы. Самое главное – убрать пыль, грязь, чтобы она не скапливалась под пленку, чтобы, будучи, она не отлетела, эта пленка. Она по размеру, она везде одинаковая. Нет, наклейка, она везде одинаковая, но зависит от каждого самолета, от каждого типа, зависит, где она будет наноситься. Потому что, допустим, у Суперджета она находится ближе к крылу, а на А320 она, получается, чуть дальше крыла находится. Антон, а вы расскажите, пожалуйста, вы часто участвуете в процессе нанесения каких-то эмблем, локотипов? Нет, это первый раз. Первый раз и сразу с таким великим праздником. Да, да, великим праздником. Я считаю, что 9 мая – самый главный праздник нашей страны. Да, и тем более этот локотип увидят многие пассажиры, потому что он нанесен в большинстве самолетов, парка Аэроплота. Это локотип, который прописан в карте. Соответственно, им надо лачить все края той пленки, которую мы наклеили. В избежание того, чтобы пленка отклеилась, и она будет гладкая. Финальный этап – это нанесение лака. Он довольно длительный, потому что после этого на протяжении 8 часов, как минимум, самолет должен стоять в теплой лидаре, сокнуть. И это необходимо для того, чтобы надпись не сорвалась во время взлета, во время посадки, во время самобеда прилета, чтобы все было безопасно. Ну и на этом все. Спасибо, что вы с нами. Сегодня компания «Аэроплот» поздравляет вас с праздником Великой Победы. Будьте здоровы и до встречи на борту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok